друзья здравствуйте как всегда итоги недели и не только недели будем анализировать процессы и тенденции которые будут иметь последствия влияния на жизнь каждого из нас и наверное конечно мы начнем с военной ситуации с темы контр-раступления хотя на этой неделе на был не было не столь активной потому что интенсивность боевых действий по сравнению с прошлой неделе немножечко снизилась связано это прежде всего с погодными условиями потому что на юге украины в районе запорожской херсонской областей и на востоке украины идут дожди и связано это было наверное с оценкой первой первого этапа вот этого более масштабного наступления которое масштабное наступление обдавление масштабного на многих участках фронта который был реализован украиной приблизительно 6 где-то по 10 июня сейчас оценивает что получилось что не получилось почему не получилось идет перегруппировка активные войск но я думаю что уже в ближайшие дни такое много на много уровня много направленное контр-раступление оно безусловно восстановится за прошедшую неделю за первую за первый этап первой фазы контр-раступления так правильно сказать потому что сегодня фаза фактически разведки боями фаза такого многостороннего давления с целью выявления слабых мест российской обороны вот за первый этап первой фазы наступления удалось срезать украинским силам часть частично срезать веремеевский выступ занять в том районе как минимум четыре населенных пункта продвинуться по некоторым направлениям в углу на глубину до 8 километров скорость наступления была невысокой изначально около километров в день бои были тяжелые но эта линия обороны хорошо российская подготовленная и легко и просто там безусловно не будут при этом политические ставки на это контр-раступление высокие президент украины зеленский в интервью nbc news сказал что успех украинского контр-раступления означает поражение финальное полное поражение у россии войне то есть украине расценивают что то что если украине удастся достигнуть всех целей контр-раступления а скорее всего минимальной целью является выход на побережье азовского моря и рассекание российской группировки на две части при крымскую около крымскую херсонской области и там донецко-мариупольскую вот есть если удастся достигнуть этих целей то украине считают что это будет значить финальное поражение политическое руководство украины считает что это будет значить финальное поражение россии в этой войне хотя я так не думаю я думаю что война продолжится фактически мы мыслим одинаково с енцем столтенбергом генеральным секретарем нато который сказал что в нато и на западе не уверены станет ли украинское контр-раступление поворотным моментом в войне в любом случае она будет длиться по самым скромным оценкам контр-раступление будет длиться от четырех до шести недель то есть его последствия станут понятны его результаты станет понятны скорее всего не ранее второй половины июля конца июля средины августа возможно и больше потому что сама погода и условия технические условия будут позволять ввести боевые действия как минимум до средины октября но параллельно все понимают что рано или поздно причем этом контр-раступление примечательно что очень активно идет переброска резервов между южным фронтом запорожско-херсонским и восточным поэтому я не исключаю что по итогам этой первой первого этапа первой фазы контр-раступления удар может быть нанесен и в другом месте финальные удары на восточном фронте там не знаю в районе бахмута на север луганщины или в районе угледара с направлением на волноваху мариуполь то есть сейчас выявляется слабое место но все понимают что контр-раступление рано или поздно закончится и окончание контр-раступления этой фазы будет означать то что стороны снова приблизиться к переговорам что откроется возможно небольшое окошечко для переговоров куда пытаются вскочить разного рода посредники с разным набором мотивов со своими предложениями и украине в эти дни находится делегация африканская делегация которая привезла свои мирные взгляды на урегулирование она сначала посещает украину потом посещать польшу украину и потом россию у нас ее называют южноафриканской делегацией это не совсем так потому что ставят и делегации не только лидер южноафриканской республики но и сенегала зимбабве коморский островов премьер-министр египта то есть это такая многосторонняя делегация примечательно что агентство Reuters в преддверии этого визита обнародовала якобы детали африканского мирного плана по украине и он что примечательно если верить Reuters но до конца верить этому нельзя конечно все же это не какой-либо официальный документ но если верить Reuters то этот план существенно отличается от китайских предложений является какой-то мере компромиссным более возможно между китайскими предложениями и всеми предложениями которые предусматривают сначала вывод российских войск потом переговоры и украинскими предложениями которые предусматривают фактически требования к капитуляции россии много раз говорили в том числе в этом эфире о предложениях о 10 шагах президента Зеленского. Этот мирный план, африканский мирный план предусматривает выводы российских войск с территории Украины. Отвод там звучит. Он предусматривает вывод тактического ядерного оружия с Белоруссии, приостановку действия ордера международного уголовного суда в отношении Путина, смягчение санкционного режима в отношении России. Все это называется мерами по укреплению доверия. И вот как стороны все это сделали, они должны начать непосредственно переговоры, которые должны быть многоуровневыми. Российско-украинскими и одновременно переговорами между Россией и Западом в отношении гарантии безопасности, демилитаризации региона и всего остального. Посмотрим, напомню, что китайские, похожие на китайские мирные планы, сначала предлагают прекращение боевых действий, заморозку, потом переговоры, такой минский сценарий. Украина-американский план предлагает сначала полное освобождение оккупированных украинских территорий и потом возможное начало переговоров. И это сегодня критическая входная точка для начала переговоров. Вот африканский мирный план предлагает, ищет какое-то что-то среднее. Не думаю, что африканский мирный план может стать сегодня основой для урегулирования. не потому, что он плохой или хороший, а слишком недостаточный вес этих стран, хотя через них, конечно, могут транслировать свою волю и свои пожелания другие более сильные закулисные игроки, которые пока что не заинтересованы напрямую вступать в переговорный процесс. Но африканскую делегацию весьма на высоком уровне принимают и в Украине, и скорее всего будут принимать в Москве, из-за того, что судьба, воля и позиция этого глобального юга, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии все более и более важна для международных отношений. Тем более, что для Украины очень важно провести саммит мира, который запланирован предварительно 2 по 10 июля, вероятнее всего в Дании запланирован этот саммит мира, на котором Украина собирается собрать коалицию в поддержку мирного плана президента Зеленского деоккупация, контрибуции, наказание военных преступников российских, вот что в том плане. И, конечно, Украина заинтересована, чтобы этот саммит посетили и представители Африки, Латинской Америки, вот этого глобального юга, и поэтому даже если их предложение Бразилии или Южной Африки, Украине не подходит, их лидеров и представители принимают на высоком уровне, обнимают и, конечно, пытаются пригласить на этот саммит, потому что представители своих стран на саммите, даже если они не поддержат мирный план Украины, в значительной мере может расширить легитимность и репрезентативность самого международного события. Россия тоже важны африканские страны и глобальный юг, потому что они остаются посредниками международной торговли для России и зоной для политического маневра. Конечно, сама Африка, как и Латинская Америка, она или их элиты более сочувствуют, сопереживают китайской, российской позиции из-за проблемы деколонизации, а главное из-за того, что Китай и Россия активно инвестируют в эти регионы деньги и свои военные технологии. Сложная история этих регионов, сложные взаимоотношения с западными странами, все, конечно, накладывает свой отпечаток. На этой неделе еще были, продолжало развиваться сотрудничество между Украиной и НАТО, прошло заседание Рамштайна и прошло заседание комиссии Украины-НАТО. Рамштайн, снова же таки, во время Рамштайна, в преддверии него было принято несколько решений о продолжении оказания военной помощи Украине, но пока что этот новый Рамштайн, он был такой поддерживающим Рамштайном. Каких-либо существенных таких прорывов, наверное, не было достигнуто, хотя принято много решений в отношении того, чтобы продолжить поставки в Украину ракет ПВО, продолжить поставки в Украину артиллерийских боеприпасов, бронетехники и всего остального необходимого. Хотя уже легализировалась Данско-Голландская коалиция, и Дания-Голландия высказали свою официальную готовность уже обучать украинских пилотов работе на Ф-16, и если война будет продолжаться, я повторяю свой прогноз, уже в этом году Ф-16 вполне могут попасть в Украину. Хоть и они не предопределяют исход войны, но в значительной мере могут усилить украинскую систему ПВО и обеспечить условия для проведения наступательных операций. Как показывает даже нынешнее контрнаступление, авиация и отсутствие господства в воздухе, или хотя бы паритета в воздухе, остается ахиллесовой пятой для украинских вооруженных сил. Дания-Голландия обучают пилотов, боеприпасы Украине продолжают выделять, министр обороны Резников заявил, что отношения между Украиной и НАТО, скорее всего, перейдут на новую ступень. И комиссия, которая была таким технически больше органом между Украиной и НАТО, создана еще, кстати, в 97-м году при Кучме, вследствие принятия Хартьева в особенном партнерстве между Украиной и НАТО, эта комиссия трансформируется в совет, и через этот совет украинские представители будут работать во всех структурах НАТО, хоть без права голоса, только с правом совещательного голоса, это будет еще одной ступенью интеграции Украины внутри Североатлантического блока. Все это, кстати, может свидетельствовать о том, что в Вильнюсе в июле этого года Украина не получит статуса члена НАТО, это становится все более и более очевидно и по риторике представителей западных стран, да и по риторике украинского президента и наших представителей. Поэтому сегодня западные партнеры, партнеры по НАТО и Рамштайн ищут как формируют компенсаторный механизм, компенсаторный пакет для Украины для того, чтобы отказ вступления в НАТО не стал таким болезненным политическим ударом по Украине и не провоцировало какое-то ослабление Украины, поэтому скорее всего будут предложены более углубленные механизмы сотрудничества с НАТО. Возможно, будет дана обещание принять Украину в НАТО сразу после завершения войны, а сегодня это главная проблема непринятия Украины в НАТО. Возможно, будут предложены какие-то модели с гарантиями безопасности, то тем, что предлагал Ермак Макфол, мы анализировали наше видео несколько раз, или там израильский сценарий, программа обеспечения украинской армии десятилетняя. Будут предложены какие-то гарантии безопасности, программа поддержки взамен членства в НАТО для того, чтобы компенсировать тот факт, что Запад сегодня не готов, страны НАТО не готовы, у них нет консенсуса в отношении возможности принятия Украины в НАТО в условиях продолжающейся войны. Кстати, просят Украину принять в НАТО и европейский парламент. Решение, конечно, хорошее, но удивительное тем, что, может быть, европейскому парламенту необходимо консолидировать свои усилия прежде всего в давлении на Европейский Совет. Не Совет Европы, а Европейский Совет на структуре Европейского Союза. Может быть, Украину сначала надо принять в Европейский Союз, а потом уже говорить в НАТО. Ну и, конечно, рассмешило меня в этом решении до глубины карманов то, что в это решение по НАТО Европейский парламент принимает решение с обращения к НАТО с требованием, просьбой принять Украину в свой состав, но туда же включает обращение к украинскому руководству не подписывать или изменить закон о градостроительстве. Да, вы не ослышались. В обращении Европейского парламента к НАТО есть требование к Украине не подписывать закон о градостроительстве. Знаменитый закон Шуляк, который переписывает правила игры на строительном рынке Украины в угоду министерства, в угоду, наверное, нынешней команды власти. Ну и закон, который очень волнует многие региональные элиты Украины, а главное строительных лоббистов. И похоже, эти строительные лоббисты, лоббисты строительного сектора нашли дорогу к сердцам, душам, голове европейских депутатов, что они даже в обращение по НАТО вставили этот нужный для наших лоббистов пункт. Что еще было важно на этой неделе? 37 обвинений Трампу. Трамп обвиняет в том, что он держал документы, секретные документы, важные государственные документы в своем поместье во Флориде. Ну и этим нарушил огромный перечень федеральных законов, мог нанести ущерб государству. 20 лет заключения ему обещают. Трамп на первом слушании прогнозировано отбросил любые обвинения, заявив, что вот его Байден преследует, Байден придет и порядок наведет. Байден его преследует и что это такая попытка его не допустить к участию в выборах. Очевидно, что это судебные волокиты будут продолжаться. Напомню, что это уже вторые обвинения после обвинений в незаконном финансировании своей избирательной компании. Знаменитое дело с выплатами порноактрисе, которая якобы имела отношения с Трампом, личные, персональные, сексуальные отношения. И якобы Трамп заплатил через своих адвокатов ей через избирательный фонд, что по законам штата Нью-Йорк является нарушением. Но вот это второе такое обвинение. Скорее всего, само дело будет длиться до американских президентских выборов. Финальный приговор, наверное, по этому делу так и не наступит, хотя кто его знает. Но в любом случае это не может быть ограничением Трампа для балансирования, хотя вешает дополнительные грузы, нагружает образ Трампа этими обвинениями, делает его чуть более токсичным для американского общества. И попытка просто сбить Трампа, безусловно, с этого его политического электорального трека. Напомню, что праймерис, внутрипартийные выборы внутри республиканской партии, демократические в США в феврале следующего года. И вот тогда уже станет понятно, с кем идут демократы и республиканцы на эти выборы с Трампом и Байденом или с Де Сантосом и с какой-нибудь там Кортес, условно говоря. Посмотрим. И было интересное достаточно общение примечательное, недооцененное общение Путина с военными корреспондентами, с блогерями военными в начале недели. На что я обращаю внимание в этом общении? Конечно, с одной стороны Путин пытается сохранить контроль над этой пассионарной частью, активной частью, ультрапатриотической частью российского общества, вот этой Z-плеядой, Z-прослойкой, скажем так. С другой стороны, само общение сводилось к понижению градусов. И Путин явно во время этого общения демонстрировал то, что он прямо об этом сказал, что ключевые цели не поменялись, но походу эти цели все равно меняются. Но несколько раз прозвучало рефреном отношении того, что Россия пока не планирует и не может захватить всю территорию Украины. Поход на Киев тоже весьма маловероятное событие. И даже создание буферного пояса по российским границам требует новых усилий, новых мобилизаций, нового всего, на что Россия пока не готова идти. Сложились впечатления, что Путин передавал сигнал и своим элитам, и обществам успокаивал его, и, возможно, западным элитам, в отношении того, что Россия готова остановиться на том, чем она сейчас владеет. Даже прозвучала такая фраза Путина в отношении того, что пускай там украинцы строят себе что хотят, но свое государство, которое хотят, но не на исторических российских землях, мол, отдайте нам Новороссию, которая тоже у него звучала. И если они хотят иметь это хорошее отношение с Россией, пускай сами влияют на свое руководство. То есть уже не идет речь о переформатировании Украины, о чем говорило российское руководство изначально. Уменьшение горизонта цели очевидно, но нельзя исключить, что это какая-то такая монгольская хитрость. Попытка с одной стороны создать образ такой слабости. Знаете, очень часто был прием в свое время, в время монгольского нашествия, когда передовые отряды Орды выскакивали вперед, завязывали бои, потом демонстрировали панику и начинали отступать, а преследующие их войска противника попадали под удар основных сил. И возможен такой прием, что вот мы слабые, мы готовы уступить, дерзайте, идите вперед. Возможно, это попытка сорвать или повлиять на ход, на вот эту, знаете, конкуренцию мирных планов, которые идут за кулисами, попытка продемонстрировать, что Россия не собирается идти дальше, идти на новые волны эскалации. И мы готовы принять и обсуждать любые мирные планы. И только из-за Украины и Запада эти мирные планы не обсуждаются. Возможная попытка успокоить российское общество, потому что я думаю, что до российских выборов, президентских выборов 2024 года Путин тоже будет пытаться держать российское общество в теплой ванне. Пытаться не проводить максимально мобилизации, пытаться говорить, что все хорошо, пытаться не переходить на новые волны эскалации. Хотя параллельно продолжается ядерная риторика, ядерный шантаж и со стороны Медведева. И на этой неделе Лукашенко начал говорить о том, что мы тоже кнопку сразу по звонку нажмем на кнопку, если на нас кто-то нападет. Примечательная статья Сергея Караганова, в которой это один из таких российских интеллектуалов, которые требуют нанесения предварительного опережающего ядерного удара по Украине и Польше для того, чтобы, дословно цитирую, избежать кризиса, избежать более масштабной войны. То есть мы в группе там шутили у нас, в группе УИП, что давайте будем любить, чтобы сохранить действенность, давайте будем поджигать, чтобы не допустить, подожжем дом, чтобы не допустить, чтобы сгорел квартал и все такое. Но вот такая риторика есть. Она, кстати, в какой-то мере апеллирует к риторике 1945 года, когда впервые применялось ядерное оружие. Давайте нанесем упряжающий удар, чтобы сломить волю Запада и Украины к агрессии. Такая вот игра, с одной стороны угрозы шантаж, с другой стороны имитация, демонстрация того, чтобы мы готовы остановиться, немножечко более скромно подойти к нашим требованиям. Все это на фоне конраступления и просто парада, карнавала, я бы даже сказал, если принимать во внимание участие Бразилии, мирных идей. О карнавале я не зря говорил, потому что карнавал коррупции продолжается, к сожалению, у нас в стране. Иногда только медиа подхватывают части этих коррупционных преступлений, потому что большинство из этих вещей так не становится благосостоянием над боням общества из-за того, что люди, которые стыкаются с этими вещами, они не хотят подрывать доверие нашего общества к нашему государству в условиях войны. Но вот противостояние за Кличка, противостояние за Киевом между офисом президента и командой Кличка, она выявила еще один смешной и грустный одновременно факт. 882 262 гривны Днепровское управление образования в городе Киеве потратило на закупку 306 барабанов и 153 молоточков к ним. И как это все было сделано, а еще были куплены сковородки на 1,2 миллиона гривен, все это было сделано для обеспечения функционирования бомбоубежищ. Мы состояние большинства бомбоубежищ в Киеве уже все видели, там хотя бы дверь поставить или какой-то драный деревянный стул поставить, чтобы людям было сидеть. Я уже молчу о воде, о вентиляции, о том, что сырость и пыль не сыпалась на головы людям, но барабаны, которые должны успокоить людей, которые забежали в бомбоубежище в панике и слушают воздух, просто прислушаются к взрывам на улице, представляете, люди забежали в подвал, каждый из нас, наверное, из украинцев уже бывал в такой ситуации, спрятался где-то и слушает какие-то взрывы идут, а тут кто-то выходит и начинает лупить в барабан. Он, наверное, лупил бы барабан ровно 3 секунды, потом у него бы все отобрали и все ему сломали бы в этой части. Знаете, если покупали барабаны, стоит, наверное, уже купить салюты для психологической разрядки. Хорошо, что этот договор так и не был реализован, все структура минобразования. Сказали, что они обратили все это вспять и никакие деньги не заплачены, но дело в том, что в 2020 году уже эти барабаны покупались. Кстати, 882 тысячи гривен, это приблизительно та же сумма, которую правительство выделяет Херсону на борьбу с наследками затопления, 900 тысяч гривен. Вот такая у нас неделя в Украине, грустная, веселая, саркастическая. Друзья, не забываем подписаться на YouTube канал, добрая половина вас еще смотрит без подписки. Спасибо вам, пишите вопросы, рекомендуйте наш канал знакомым, близким и коллегам. Это вся помощь, которая нам сегодня необходима, а мы со своей стороны дальше вам обещаем интересных гостей в интервью, восстановление формата антишоу, ну и наши итоги недели всегда честной, аналитичной и сбалансированной информацией. До свидания, друзья, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова